Пусть шумят, отчего белоспольные все понимают. У дороги, прислонившись по ветру стоя, Мы листом так печально кидаем. Я пойду по дороге в простор, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю? Отчего так печальные листья летят? Под рубахою душу лаская. Я на сердце опять кричу, кричу. И опять, и опять без ответа. А листочек березки упал на плечо, Как я трвался в ответ. Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старушка махнет на прощанье рукой, И за мною калитку закроет. Отчего так красивые березы шумят? Отчего хорошо, как гармошка Играет в пальцы игре, По кнопочкам раз пролетят? Последняя, эх, западает она. Сердце опять горячо, горячо, И опять, и опять без ответа. А листочек березки упал на плечо, Как я трвался в ответ. Да, я просто заслушался и забыл, что... Ярослав тут внимательно слушает, Я не слышал. Кстати, если ты не знаешь, Это Роман Соколов. Меня зовут Степан Корольков. Роман из Челябинска, Воронежа. Я из Темирской области, город Гуревск. И также уже Урал, город Чайковский, Пермский город. В общем, еще такая тема, что... А, в мире, в Телевом. А, в мире, 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 в мире. И на дворе у нас весна, уже почти лето. Как-то вот она так, нежданно и годно. Бах! У нас ступила. Если у нас такая весенняя... Да, ведь? Да. Нужно много рассказать о том, как ввешняя крова, Пробивший землю, я сквально сказал всем, ведь я жива. О том, как солнышко встает, О том, как смотрит сквозь листу, Распохните души и сердца. Пусть борется ветер, Пусть борется ветер, Песней на рассвете, И расскажет, что весна пришла. Мне нужно многое успеть, Сказать про мир и красоту, Мне нужно много песен спеть, Если я пою, то я живу. Сгибая птицы в небеса, Я бегом словом обнаю, Я слышу в море голоса, И песню радость придаю. Распохните окна, Распохните пилей, Распохните души и сердца. Пусть борется ветер, Пусть зажжет на нас внешний год, А значит, что весна пришла. Весна пришла. Весна пришла. Весна пришла. Ла, 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 ла дна... Весна, весна, весна... Любовь пришла. Распахнущая! Ну, вообще, песня о любви, кстати. Как-то с весной связана тема любви всегда. Просто цветение, оно дает энергию, и человек становится более близок, более способен принять вот эту великую энергию любви. Она требует большой готовности человека, чтобы он смог ее почувствовать. Она такая очень мощная, она просто так вот не пожалует. Нужно быть готовым. То есть, я вот считаю, что распахивается сердце от большой мощи в целом, в том числе и организма. Поэтому всем желаю здорового образа жизни, чтобы набирать мощь и соприкасаться и сотворяться энергией любви как можно чаще. Сразу распахивается сердце очень странно. Распахивается. Пахать. А, да-да-да. То есть, как бы ты отжимаешься, бегаешь, плаваешь там. Пахаешь. Ты очень пашешь. Сердце распахивается и вот и... Поэтому все сильные люди, они, я считаю, потенциально, даже если они, скажем, не устремлены к любви, но им проще быть в благости. То есть, в состоянии такого, в общем, без страха. Ну, как бы, да. То есть, страх отсутствует. Сердце, оно, в принципе, уже приоткрыто. То есть, оно готово. То есть, чуть-чуть осталось только устремиться и все. Ну, я просто недавно опять, в очередной раз занялся, не то, что занялся там даже, а так прикоснулся к спорту в жизни. И как-то легче, так проще стало жить опять. В общем, время, когда находится на что-то спортивное, всегда легче заниматься. Ну, вот, так к нам никто не пожаловал на себя. Значит, можно... У нас был план, что... Вот, общий... У нас просто две, в общем, общие спели. Одно будет даже сложно. Нужен план 5 минут. Ну, мы вам оставим. Отлично, солнце конь просто спеть. Для как раз таких у меня. Для таких... Да. У нас про манкуляцию стало. Творческий вечер. Встреча и концерт. Все-таки эта песня я уже стоил. Потому что я его чувствую, сидя, он не хватает мощи. Песня «Солнце конь» решается всем богатырям. Всем тем, кто может нести солнце. Как хорс. По мощи уподобляясь хорсу. Даже бога носцу. Божественная музыка. Ловная три метра. Божественная музыка. Ловная три метра. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Брава! Слава и нергию! Ну вот так вот и благодаря в том числе пониманию, так скажем, истинному пониманию энергии любви, становится очень хорошо, понятно и благостно понимать роль той же самой богини Мары. Сегодня, я просто это еще раз повторюсь, мне так нравится в последнее время осознавать, потому что когда-то было впервые, что я осознал, о, у нас в пантеоне богиня смерти, в славянском, как это делать, что делать со смертью, ну то есть понятно, да, в любом случае предназначение, там выполнены, невыполнены и рано или поздно уйдем, а потом оказывается, мы особо и не уходим, так чисто физически немножко, отдыхаем до следующего выплеска плотной материи. Вот, и получается даже вот эти самые, самые вибрации, страдания.